всем привет я у нас на городе на работу я хочу покажу мой спортсмен привет скажи ребятам ой-ой-ой как тяжело ты его уже загрязнил вон весь вот такой велосипедик у него хорошенький главное сидушка мягкая давай пока поехал на работу александр а мне предстоит вот мусор вынести еще вернее не вынести сына основной выкинул сейчас надо вот бумагу выкинуть и там хлебушек заплеснем надо тоже выкинуть всем привет еще раз в общем я уже в машине сижу собралась так как вчера закупалась но не все купила сегодня посмотрела то что нужно на торт вот в общем вчера когда была в магазине не все купила на завтра для в общем день рождения сыночка нужно будет печь торт сегодня посмотрела какие ингредиенты туда нужны кое-чего у меня не хватает поэтому нужно будет докупить и еще мне нужно будет фарш наверно не знаю вот расправлять не будем но так для себя в общем ну может родственники зайдут или еще кто-то там что-то я готовить все равно буду да потому что день рождения ребенка это как бы но надо в общем я листочек забыла который записывала ой сейчас я тогда сыночку скажу пускай он фото сделает и пришлет мне его я там записала что мне нужно будет купить для торта ну ладно что еще в общем сейчас поеду наверно в лидл сначала если в лидле чего-то не будет тогда заеду в глобус в глобусе посмотрю все что мне нужно а хотя мне нужно все равно в глобус нужно там взять кое-чего еще что чего нет в лидле в общем начала загадками говорить все равно мне по-любому придется съездить глобус посмотрим так что еще хотела рассказать у меня спросили про баллончик спрей вот этот который я покупала перед отпуском чтоб ну как белье не гладить помните я как-то показывала белье не гладить шикаешь его и она ну разглаживается действует он правда не действует ну чего и как я вам так скажу ну что я его брала с собой в отпуск и брала с собой мини утюжок у меня есть которые специально для отпуска я его беру ну что ну во многих отелях есть утюги я знаю что можно куда-то там спуститься погладить и всякое такое но я это не люблю и всегда вожу с собой маленький утюжок и упала где-то в лидле или валты не помню уже давным-давно за 10 или за сколько но им классно в общем не суть я не про утюг но брала этот утюг с собой и был брала этот баллончик спреем в общем пользовалась утюгом я два раза там гладила что-то саши себе один раз платье я погладил погладила немножечко разгладила но это это было за одно с тем что я саша гладила штаны ну и думаю за одно я покажу платье все что я стирала я постоянно стирала ромки футболки потому что он один раз отдел спустился там скушал мороженое или какие-то ягодки арбузик и сразу мы меняем в день раза три-четыре мы меняли футболки как минимум но и шорты там два-три раза и естественно я такого запаса с собой не брала одежды я их подстирывала да там подстираю на балкон повешала там через полчаса час уже сухая ну и в общем я их не гладила я ход попшикала вот так вот положила на кровать он уже более-менее этот как распрямился но и естественное когда ты стираешь на руках ты же выжимаешь еще сильнее не так как в машинке что в машинке они все равно белье не такое мятое и этот и потом когда перед тем как одевать я тоже еще раз пшикну и я скажу прям идеально классно мне понравилось очень я хотела купить его опять потому что у меня остатки оставались там немножечко совсем в этом баллончике я его оставила там так чтобы не занимать место в отеле оставила хотела себе вот когда я покупала эти ложки хотела купить себе еще и этот баллончик спросила у продавцов ну у кассиров они сказали что его больше не будет что они распродали его но мне сказали что есть и в дм такой я вот хочу посмотреть если он есть дм то возьму в дм конечно и попробую его так что девочки я рекомендую этот баллончик серьезно я мне кажется стоит его брать он без всякого запаха без ничего что никаких следов он не оставляет и вышла я уже с магазина начала вам там да да рассказывать про этот спрей у меня отключился телефон перегрелся в общем подставка для телефона нагрелась магнит и поэтому телефон отключился в общем насчет этого спрей я его если куплю вдруг он мне где-то попадется я вам еще его покажу а так я конечно советую вот этот спрей который я в экшене покупала классный 259 по моему стоит поэтому мой отзыв такой что мне понравился что купила сейчас покажу буду показывать так в общем на что цены помню на то говорю купила микс салат вот такой не знаю не помню почему один с чем-то он был 129 по моему буду делать наверное такие знаете сейчас я вам скажу покажу где он у меня вот этот сыр я делаю его с майонезиком с чесноком и туда заворачивала вкусно получается ну потом если что я вам еще покажу когда будет потом векторинки 2 ойра 9 стоили потом персики берк они были 299 здесь по килограмм сюда потом что еще взяла виноград вот такой виноград вот такой это я цену не помню сейчас не могу сказать но не сильно дорогой около двух стоил по моему килограмм здесь недорогой в общем есть подороже в общем виноград ой какой ветер поднялся шумит наверно морковь килограммчик взяла огурчики 299 вот такие здесь 750 грамм потом что еще взяла вот такие сливки 30 процентов три штуки взяла но это мне для тортика нужно будет потом айран давидки 45 центов сахарная пудра если шумит извините я не причем вот такие вот греческие эти как как назвать казинаки сезамом с кунжутными семечками орешки вот такие взяла в микс булочки про запас потом помидорки вот такие черри клубничка 299 дорогая очень дорогая и не очень конечно выглядеть но у меня роман очень просил поэтому я купила потом маскарпоне взяла ойра 59 так здесь наверно сейчас мелочь вот такое как он называется кокосовая стружка потом миндальная стружка вот такая и миндальная мука как всегда крошки картошка 3 замороженная и вот такие я жила мальчишкам с этим с творогом слойки так теперь следующую сумочку возьму потому что это очень тяжелая уже хорошо меня давидка дома поможет мне в общем хорошо иметь старшего сына доктор помогает он у меня сейчас сидит и с ромкой дома оставила их взяла фарш говяжий здесь 800 грамм 789 800 грамм 789 так крылышки 3 пачки взяла они стоят сейчас я вам скажу килограмм стоит 5-7 центов здесь ну как разный вес но за килограмм стоит цена муку 219 вот такую взяла сколько здесь два килограмма по моему сейчас скажу точно 2 2 с половиной килограмма 219 потом взяла оранженза апельсиновый сок я не знаю сколько он стоил ну просто взяла так что думаю может что было вот так вот это все мои закупки заплатила я за все 80 от ойра 14 центов вот так кто не верит так все ой как тяжело то слушайте все сейчас мы с вами поедем в банк потом заедем в рево еще я вместо глобуса решила в рево заехать ну и в общем по пути буду с вами общаться подключаться к вам я вчера так и не заправилась в общем сегодня приехала заправляться я сейчас смотрю на цену там два ойра дизель стоит что вообще вчера не заправилась зажопилась и сегодня в общем еще дороже надеваться некуда придется заправляться сейчас посмотрим сколько точно отсвечивает в общем заправилась и на 50 ойра стоит 2 ойра ровно и 9 центов там ну дороговато слушайте но говорят еще будет повышаться до цена чтобы с первого сентября по моему или в конце августа что такое слышала что будет повышаться цена в общем заправила на 50 ойра думаю вдруг будет потом подешевле если будет подешевле то заправлюсь еще обычно полный бак заливаю сегодня решила нет супер у нас стоит 186 сейчас вот такие вот цены а и е10 кому интересно 180 ну подорожал конечно все поедем с коблин с банк съездим начал голос что-то пишет в банк съездим а потом уже дальше дела будем делать все погнали все сбегала я банк постоянно эта проблема блин случилось не монет он просто спать кошмар прям на асфальте подселился это проблему постоянно с этой парковкой что получается мне забежать в банк этот центр прям получать чтобы забежать в банк мне нужно обязательно обязательно встать заехать в общем в парковку парковку заехать в эту стоит в общем въезд 250 и каждый час по 250 получается это мне как получается что начало часа уже идет 250 это я просто мне заехать быстренько сбегать туда и выйти назад тоже стоит 5 ойра именно вот в этой парковке где возле банка думаю да ну его нафиг поставила машину там где нельзя вернее там парковка но там можно парковаться только вечером с утра и там в общем в эти часы нельзя и постоянно какой-то этот стресс там с этой кто-то тебе сигналит ты не так заехал в общем не нравится мне это все просто заехать в банк очень проблематично ну и сейчас в общем едем назад в Ланштайн к нам в город и заеду заеду в Реве заеду в Реве заеду в Реве нужно белый шоколад для выпечки еще кое-что там по мелочи посмотрим сейчас там есть есть нет нет в общем поедем туда домой вот так вот увидимся в Реве в общем купила вот две две пачки чипсиков по ценам маленькую маленькие такие потом вот этот шоколад мне собственно зачем я заезжала купила бутылку коньяка это так при запасе что было может быть вдруг надо будет и форму вот эту я купила для торта она стояла на кассе в общем 7,90 ой в регале 7,99 а на кассе мне пробили за 5,99 на 2 ойра дешевле почему-то не знаю все это все мои закупки нужно быстрее ехать домой потому что ой как жарко потому что у меня же мясо там в машине в багажнике быстрее сегодня у нас стоит 28 градусов ну душно прям жарно и я ну подождите подписывайтесь на канал и пишите подождите все это все и ну все все